Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня в директе посыпалась новая порция ноготков, которые вы хотите, чтобы я повторила. А это значит, что сегодня рубрика «Повторяю маникюр с инстаграм». И как вы поняли по заставке, это будут вот такие ноготки. Я люблю обычно разгадывать дизайны, работы, размышлять о том, как это все было выполнено. Но у мастера этой работы есть мастер-класс по выполнению этих ногтей. И смысла угадывать нет, потому что все преподнесли на ладони, разжевали и в рот положили. Но это мастер-акрильщица. Работала она, во-первых, типсами обычными. Но в качестве материала использовала акрил. Я акрилом не работаю, поэтому буду изворачиваться как-то по-другому. Думаю, тем будет интересней. Я тем временем уже работаю с маникюром и выполнять его буду одной фрезой в аппаратной технике. Для такого варианта выполнения маникюра отлично подойдет пухленькая фреза с острым носиком. Она и как пламя поработает, и ее пузико нам понадобится как шар в моменте среза кутикулы. Но из-за своего объемного пузика наклон фрезы меняется, чтобы не пропилить ноготь тем самым пузом. С указательного ногтя я недавно срезала кутикулу для другого эксперимента, поэтому там ее практически нет. А вот на остальных ногтях кутикула хорошо поднялась юбочкой и теперь ее можно легко срезать. Для среза кутикулы я уменьшаю обороты. Табло на моем аппарате нет, поэтому я действую по ощущениям. Обычно это где-то примерно 8000 оборотов. Срез выполняю именно пузиком фрезы. Оно сейчас нам заменяет шар. И все, экспресс маникюр готов. И дальше все по накатанной. Обезжириватель, праймер, база. Праймер наношу, чтобы склеить те мелкие отслойки, которые у меня возникли в базе. Как-то в прошлый раз у меня совсем плохо она относилась, начала сильно отслаиваться. Но сейчас я нанесу гель 3 в 1 от Космопрофи в качестве базы, потому что этот материал стоял у меня на ногтях намного лучше. Плюс этим материалом я создаю такую себе подушку безопасности. Когда буду снимать нарученные ногти, я почувствую по опилу, когда дойду до базы. И соответственно вовремя сумею остановиться. А вот сейчас я хочу вам показать мои новые цвета от Космопрофи. Эти цветники очень пигментированные, яркие. И в большей своей части они очень плотные. Попадаются конечно цвета, которые и могут плешивить. Но опять же в два слоя они прекрасно наносятся. Вы только посмотрите, какие плотные первые мазки. И такие гель-лаки у Космопрофи в большей своей части. Был такой вопрос у меня от подписчицы, что гель-лаки от Космопрофи продаются на сайте Valparis по супер низкой цене. Конечно же у всех возникает вопрос не подделка ли это. Я узнала у представителей и они подтвердили тот факт, что сотрудничают с этим магазином. И это не подделка, просто распродают таким образом гель-лаки из Аутлета. Но и в самом магазине Космопрофи стартует летняя распродажа. Скидки до 20%. Переходите по ссылочке в описании и увидите уже сниженные цены на сайте. А я продолжаю свою работу. Я буду использовать сейчас эти цвета в своем маникюре. Но для начала нужно сделать сами ногти. Я беру верхние формы, у меня они ровные по строению. Можно взять и жидкие типсы, они тоже подойдут. И таким образом сделать подложку. Я хотела и обычные типсы использовать, как было в видео, но не нашла у себя прозрачных. А этот этап важен. Набираю материал в форму, использую прозрачный акригель и растягиваю кистью на всю длину. Под прошлыми видео с этой рубрики некоторые интересовались, почему я не выполняю такие работы на клиентах. Но предыдущие работы я как раз таки выполняла на клиентах. Но самая большая проблема в этом это длина. Клиенты не готовы ходить с такой длиной. И даже выклянчивая максимально допустимую длину для клиента, выполняя в итоге работу, я вижу, что ну не то получилось. Не так смотрится. Поэтому длина играет большое значение в этом эксперименте, в этом дизайне. Я не раз так экспериментировала и понимала, что выходит просто лажа. Или как минимум это уже не рубрика повтори из инстаграма. Это называется посмотри и сделай что-то свое. Вот как-то так. Потому что такие особенно яркие броски дизайна смотрятся круто именно на большой длине. Вот поэтому я и стала выполнять только на себе эту рубрику. После такого экспресс наращивания я подпиливаю фрезой стык у кутикулы, который возникает обычно от верхних форм. И также фрезой помогаю ускорить процесс и с подпилом формы. И дальше, конечно же, дорабатываю. Я сделала сейчас оптимальную толщину ногтей. Это уже не тонкая подложка, но и не полноценная еще толщина. Потому что сейчас я выполню дизайн, а затем еще выравнивать буду ногти гелем. И чтобы в итоге у меня не получились толстые пирожочки, я уже в начале дизайна думаю о том, какой мне сделать объем ногтей, чтобы в итоге не получить перебор. Беру черный гель-лак и закрашиваю им пространство от кутикулы до края ногтевого ложа. В оригинале этой работы мастер работал с акрилом, и поэтому процессы и этапность кардинально различаются. И эти черные элементы она выполняла из черного акрила. Как по мне, такие ногти с заложенным цветом в основе дизайна, коррекции не подлежат, а только к перенаращиванию. А вот варианты с перманентным дизайном, когда выполняется все на поверхности, не составит труда при коррекции изменить дизайн на кардинально другой. На кончике ноготка тоже черный элемент, и в целом эти элементы будут символизировать лампу. Те крутые лава-лампы из детства. У меня такая лампа была, она была очень старая, доставалась нам, наверное, как наследственный трофей. Но вот та магия этих пузырьков, смотреть на которые можно было просто вечно, невероятно залипательная штука, но в ней была именно та магия тех пузырьков, которые разлеплялись друг от друга, подсвечивались светом. Это было настолько залипательно. Сейчас, похоже, лампы выпускают с более яркими насыщенными подсветками. Поэтому и я беру сейчас яркие лаки. Ну, еще и потому, что я повторяю маникюр по фото. И задача сейчас такая. Нарисовать яркие капли в середине лампы, просушить их и затем оттенить. Поставить тени для эффекта объема. Ну, вот какой-то из этих цветов, например, подойдет для зеленой тени. И смотрите, насколько объемнее смотрятся эти пузырьки. Так нужно сделать со всеми ногтями, чуть меняя расположение этих капель и, соответственно, менять цвета. Потому что каждый ноготь на фото выполнен разными цветами. Если вы не видели такие лампы, я вам очень советую хотя бы погуглить и посмотреть, как эти капли залипательно плавают и отделяются друг от друга. Смотрите, какие объемные получились капельки, благодаря теням, которые мы нарисовали. И теперь это все дело нужно запечатать под небольшой слой геля. Нам нужно выровнять структуру всех этих элементов и сделать их одним ровным покрытием. К тому же это добавит еще немного объема и глубины. Высушила гель, подровняла края и можно перекрывать топом. А топом перекрывать нужно и снизу тоже. Акригель вообще желательно всегда снизу топом прокрашивать, потому что материал пористый, а топ будет препятствовать проникновению в него всякой пыли и грязи. Ну а в нашем случае важна прозрачность этой серединки. Если посмотреть через свет, то похоже. Оцените в комментариях, как вам? Похоже у меня получился дизайн? Мне кажется, что да. И то, что я это сделала совершенно в другой технике, добавляет только интереса происходящему. И даже небольшая интрига. А вот как еще можно вывернуться? Жду ваших комментариев. Пальчиков вверх, конечно же. А у меня на этом все. Всем желаю творческих успехов. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока.